А вот я вас вижу, вот, сейчас. Подождите. Правда, расклычу-то как-то вас вижу. Добрый день. Добрый. У вас вечер уже. Так вы сейчас священник? Да, священник. Служил у отца Кирилла Сахарова пару раз, когда был деконом. Вот, ну так, знаком с ним заочно. Смотрю вас, наверное, с июня, ну, какие-то ваши ролики. Вот, ну, мне очень нравится, что вы делаете, но некоторые вопросы все-таки возникли, вот. Поэтому я хотел бы с вами говорить. Погиб, включи свет. Ага. То есть, вот, первое, вот, недавно смотрел ваше видео, как вы с епископом вашим беседовали, с Сергием, по-моему, его зовут, да? Понравилось, как бы, конечно, ваш диалог, но вот у вас был вопрос, там, почему мы за богослужением не употребляем имя Егова, да? Вы спросили. Это с этим с епископом Сергием. Да, 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 вот. Дело в том, что, вот, просто я хотел сказать, я писал по этому имени Егова курсовую в семинаре. Дело в том, что даже сами свидетели Егова признают, что вот это имя Егова, оно, как бы, ну, неподлинное. То есть, были четыре буквы согласны, вы это, наверное, знаете, да, ИХВХ? Я не знаю, в этом время только не тратит. Я сразу хотел сказать, что мы ведем запись, записывается, и я никогда не спорю. Если это известно, я скажу, что вы легко, да, да, другое. Мы на днях писали об этом. Да, то есть, я хотел сказать, что вот мы используем это имя, сущий, да? Да. То есть, оно употребляется в богослужении, то есть, проблем нет никакой. Согласны? Нет, конечно. Вот. Егова нужно употреблять. Оно употреблено в Библии восемь раз. Ну, почему хотя бы один раз не упомянуть? Нет, его нет в Библии. Дело в том, что к нам синодальный перевод попало от католиков. Это имя придумали в 10 веке. Но его не отрицает и Пеофан Затворник, только говорит, надо правильно говорить Яхве-Яхве. Ну да, но мы правильно говорим сущие. То же самое, смотрите, каждый возраст. Сы благословен, но вот сущий благословен Христос Бог наш. В Библии 8 раз же указаны в Библии. Переводили 4 духовные академии. Я знаю, как переводили, знаю, что там потом вышло 2 тома исправлений. Правда, так и не исправили, Голубинское вышло. То есть это все-таки не совсем верное имя. Иегова, то есть сущий все же вернее. Святые отцы всегда употребляли именно сущий. Ну ладно, значит не согласны все, дальше что? Потом вы спрашивали про Ездру, что его нету святцев у нас. Но дело в том, что у нас многих святых нет святцев. Древних святых. Просто даже Блажанного Агустина его только добавили в 20 веке. А память о Ездре, я думал, ну, это неделя пратец. Вот можно упоминать, поэтому нет никакой проблемы. Ездра не имеет равных в мировой истории по подвигам. И ни одного помещания за ним. И его нет в святцах. Причина какая? У нас многих нет в святцах, но это не значит, что так нельзя называть. Нет, я говорю не о многих. Я говорю только о Ездре. Конкретно, почему Ездру не взяли? Ну, как-то не знаю почему. Нет, взяли, ну, просто особо не почитали, видимо, на Руси. Ну, или там... Ну, хотя бы имя в святце записали. 40 мучеников, ни одного не знает, записали все имена, придумывали. Хорошо, ладно, согласен с вами. Следующий вопрос. Вот, когда были вы в Афинах, там, беседовали с Баптистским. Мне очень понравилось, как вы беседовали. Только один момент, который все-таки мне не очень понравился, когда вы сказали, что церковь – это все, кто имеет епископство. Повторите еще, что церковь? Вы сказали, что церковь – это все то, что имеет епископство. Да. Да, он поположен от апостольских времен, не просто епископ. Да, но я с вами не могу тут согласиться, поскольку возьмите того же Киприана Карпагенского, который говорит, что, ну, епископ, но если ты вне церкви, ты уже не епископ. То есть благодать, она, ну, если человек от церкви отделяется, он по-другому верит, так он может быть единой церковью. Вы спросили, когда католики отделились, дату какую, да, назовите? Вот вам могу назвать дату, когда отделились, это 1439 год. Это Ферраро-Флоренческий собор, это Вселенский собор для католиков, на котором католики приняли учение о филиокве, официально, на Вселенском соборе для них, о чистилище. Вот, ну, то есть вот после этого Марк Ефесский говорит, теперь мы их отрицаем как еретиков. Поэтому, ну, как-то странно. Что Марк Ефесский сказал, и что из этого? Ну, они сказали на Марка, и теперь ссылаются. Наш папа сказал на Марка. Нет, ну, вы согласны, что у нас не одна вера с ними? Вера одна, абсолютно одна. А филиоквы, половина святых отцов принимали его, как Григорий Низкий и другие. Они так и понимали. Половина понимали, что от отца, а другие понимали от отца и сына. Ну, хорошо, а вопрос о чистилище. Ну, это... Ну, это же не одна вера. Это выдумка. Нет, ну, это же не одна вера. А это самым, чем лучше-то? Так же за упокой все безбожники, братки там приходят и всем хоронят их, Киево-Пещерская, Пещерская лаври, Псково-Пещерская. Дело в том, что это грех конкретных священников, которые хоронят, но догматически все-таки мы верим, что стол подтверждения истинной церкви есть, да? Ну, не может быть церковь, которая что-то придумала. Потом взять Нисториан, Монофизитов, да, которые, ну, как они могут с нами быть в одной церкви, если они Христа по-другому признают, да? Ну, те же армяне... Как по-другому? Допустим, говорят, григоряне, армяне, они понимают так. Я с ними встречался, ни один этого не подтверждает. Искусственно поддерживает раскол. Искусственно. Но, тем не менее, они... Почему они не признают наш Силенский собор? А они не говорят, мы признаем. Я с ними беседовал неоднократно. Я тоже неоднократно беседовал, они прям ругаются на наших, особенно там на 4-й, на 6-й, 7-й тоже. Нет, у нас, я с кем встречался, ни один не ругается. Говорят, мы совершенно одинаково понимаем. Я в Ереване в прошлом году был. Ну, понятно, я тоже общался много с... Ну, ладно, так, значит, вы встречали таких, я таких, люди разные бывают. Но это не говорит о том, что у них нет рукоположения. Я четко знаю, где есть рукоположение, там сохраняется благодать. А что, ерести у нас своих хватает набрали? Нас-то ведь, возьмите там, Герман Стерлигов, как называют? А старообрядцы, говорят, с нами на одном поле не сядут. Нам маленько нужно по трезвее смотреть. Я о нем так думаю, а он обо мне как думает. У него оснований-то больше меня не посчитать. И нашу веру. Минус. Все-таки же есть основания, что одна вера должна быть. Правильно. А вакуум никаким образом не мог признать то, что сегодня они коньянцами называют. И он точно так же утверждает и сегодня. В лице Корнилия Александра Древле православных. Ну, они отпали от церкви, что поделаешь? Это они говорят, вы отпали, а не мы. Вы изменили, а не мы. 900 лет признавали двуперсии, а теперь троеперсии. А была сугубая лилуя, трегубая стала. А у них основания-то, а не у нас. Златоуст скрестился одним пальцем. Что же дальше из этого сделать? Во времена Златоуст с одним. Я не оправдываю, я просто говорю. До конца нужно договаривать. Раскол-то произвели. Просто они обряд возвели в догмат. Они говорят ничего подобного. Это неправда, нигде нет. Ну, хорошо, ладно. Вот книга лежит вверху. Подай-ка сюда. Под низом. Я на днях получил лично от митрополита Корнилия книгу. Вам сейчас... Да, я видел это видео, да? Видели? 100 проповедей. Да. Ну, он мне написал письмо. Держи-ка. Вопрос, вот смотрите. Что мешает им быть с нами? Если так, рассуждать по-божественному-то, ничто не мешает, кроме собственного нашего «я». То есть, вот смотрите, Христос же какую главную заповедь дал? Да будут все едины, да? Да, да. А кто от кого отделился? То есть, не мыши, но получается... Да вот теперь эти самые слова нам могут сказать и копты, и сирийцы, и григориные армяны, и католики. Что нам мешает? А мы им это оставляем требования. Если мы говорим, те не должны выставлять требования, соединиться. Это должны мы принять и от других. Ну, нельзя так двоим стандартам. Нет, я с вами согласен. Единственный вопрос, что старопятцы, они все-таки верят с нами одинаково, они просто чисто юридически, скажем так, канонически отделены. А католики, копты и григориане, они все-таки догматические. То есть, между нами старопятцами, ну, как бы нет догматических вопросов, поэтому я не вижу, почему мы не вместе. А между католиками я вижу, почему мы не вместе, потому что мы по-разному верим. А вы знаете, что я на днях только разговаривал с человеком, который, ну, близок к ним, и он говорит, вот возьмите копты, сирийцы, григориные армяне, у них между собой споров никогда не было. Почему вы все время делитесь и делитесь? Он прямо вопрос ставит. Почему, интересно, по плану Далеса истребление над славянской национальности, говорится, а этот этнос? Не должны жить. Почему? Самое упрямое, самое непокоривое в мире. И это действительно так. Одна буква, и уже не можем мы соединиться. Вы говорите сейчас со старобрядцами, говорите это абсолютно правильно. И можно это доказать ни под каким видом. А они, насколько беспоповцы, разделились сегодня, было на 48, видимо, нынче уже на 49 в течение. Абсолютно неприменимые. Как изображено на иконах, есть там голубь или нет голубя, поющие, не поющие. А сами беспоповцы, беспоповцы. А не до священства, нет таинства, нет таинства, значит, нет причастия, нет крещения. Ну, вы просто, да, да, вы просто часто говорите, что самое ценное в православии, это священство. Я сам не могу согласиться. Возьмите 70, там, 60-й год нашей эры, священство было и у уйдеев, правильно? То есть не только у православных. И все-таки наша самая ценность, это истина, хранение истины в церкви. А уже от истины, да, в истине, ну, бывает и священство. А без истины не может... Помните, как Киприян Карфагенский говорит, вот, рука, одели руку, и что на нее же дух... Ну, то есть вот душа твоя не будет вместе с рукой, она будет отделена. Хоть она вроде бы и подходит тебе там, но она уже другая. Вот, поэтому... Это можно сказать, как про Ересеевую мощь, так про руку Яна Дамаскина. Ее отделили, а она от него не отделялась, один рубец остался. Ну, это чудо, да, которое... Ну, это чудо, маленько, можно какую-то поправку-то сделать. Ну, все-таки... Да, да. Ну, ладно, говорите. Не, не, говорите, говорите, простите. Вот если рассуждать серьезно так, как апостол Павел говорит, а многих со слезами говорю, не знают Бога. Мы вчера как раз у нас было занятие здесь, и этот вопрос... Ну, будет выставлен ролик об этом. В чем смысл? Рядом говорит о воскресении, нет веры в воскресение. Вот когда отроки эфесские воскресли. Почему? Ибо архиереи не верили в воскресение. В общем, ужас какой. Пожили, что архиереи не верили в воскресение. И Господь усыпил их на три столетия. И тогда они поднимаются. Что интересно, это единственное место в Коране у мусульман, из житей, которое прописано. У меня восемнадцатый том я посвятил Корану. Полностью весь Коран разбираясь в суры аяты в сравнении с Библией. У меня подход другой, чем у... Да, я видел вашу беседу. Где вы с армянкой беседовали, с мусульманкой беседовали. Да, конкретно. Я не касаюсь ничего, кроме того, что написано в Евангелии. Моя задача установить авторитет священного писания. Библия. И тогда легко будет разговаривать. А тут один выступает, Калинин, там и Александр. А кто по-вашему еретике, о которой говорит апостол Павел, что еретика после первого-второго прозумления отвращаясь? А в середине написано. Это считаемо у Галатов и считаемо у первого послания к Коринфянам. Кто не любит Господа, Маранова, так это в первую очередь падает на православных. Они Бога-то не знают совершенно. Не знают. Священники не знают. Как этот Осипов, Алексей Ильич говорит, у нас много догматики, много богословия, но ничего духовного не преподается. Они не знают. Я с ними останавливаюсь, со священниками группы, священников-то. А они вообще Бога не знают. А семинария прощает Академию только для того, чтобы уметь защитить любой беззаконие. Больше ни для чего. Вот Андрей Кураев коснулся какого вопроса. Мгновенно смели везде. И патриарх обратился еще, ну так, я говорю, с интернетных данных. Хотя с Андреем Кураевым, он ко мне приезжал, книги у меня брал, здесь был. Будто бы. Патриарх Кирилл сказал, его из МГУ чтобы выгнали, чтобы без куска хлеба остался. Подтверждает в интернете. Ну куда это годится-то? Как взъелись, особые молитвы, как от какой-то щумы болотной. Да Андрей Кураев такой уникум, да ну сказал не так, да плевать да забыть. Дело в том, что он на каждой беседе говорит что-то, просто вопрос пользы от того, чего он говорит. Просто если бы это что-то меняло, а так он получается, то есть человек послушает его, скажет, что вообще я пойду в эту церковь. Да нет, никуда он не отвел никого Андрей Кураев. Да, действительно, я с чем-то не согласен. Но взвесить с тем, что рубят головы, ну маленько там взвешивать надо. Много таких Андреев Кураевых. Ну а вот вопрос, смотрите, вот вы говорите, у вас там изучают каноническое право, да, полноте канона, Северенский собор. Но вы принимаете, что вот те анафематизмы, которые в Северенский собор был разглашен? А какие они, назовите. Ну, после Казах Северенского собора там были анафематизмы, ну против тех же нестариан, скажем. Ну, и что? Ну, то есть, что это... Конкретное, конкретное. Покажите, где там на нестариан, и эта анафема сегодня действовала? Ну, а почему она не действует? Давайте посмотрим, почему не действует на все века принятая клятва перед домом Романовых. Чего так успокоились сразу все люди? Клятва здесь, и поэтому мы прокляты, и так и остаемся. Может, за это все цепляться? Бог не послал нас проклинать. А божествляйте врагов вас. Анафема, это же не проклятие, это просто факт того, что человек, он вне церкви. Анафема, это тхерем еврейский. Слишком много, значит, придется через порог, говорит, ложиться. И на тебя все плевать будут. Ну, понятно, что я понял вашу позицию. Следующий вопрос. Второй вопрос, второй вопрос, ереси, которая. Теперь, Галатам, первая глава, 8-9 стих. Кто будет говорить не то, что мы говорили, даже ангел, не бойтесь его. Анафема, это в первую очередь православным. Они Библию не знают. Тысячу лет не было Библии, они не знают. Они же только что батюшка скажет. Батюшка, благослови, батюшка, благослови. Идово сотворили. И при том, папа римский. Да, примат папства не приемлю. Но у нас каждый священник папой себя выдает. У меня брат муртаерей, я знаю, просто близко знаю священников. Все таким, я знаю. Ну нельзя так, что у другого плохо, а у меня это хорошо. Это тактика зулусов. Нет, Игнатий Тихонович, дело в том, что это личные грехи, опять же, понимаете, это не догматика. То есть это вот человек так себе сам придумал. Но мы же так это не... В документах церковных общих не говорим, что каждый священник он папа римский. Вот в чем проблема, понимаете? Так, я вас прошу. Вы в московской патриархии? Да, конечно. Вы в патриархии Кирилла признаете благодатным? Конечно, он мне руководил. А, Уфеева? Конечно, любой епископ. Да, они молятся с этим, с папой римским и благословляются, у него это в интернете выставлено. Зачем вы знаете? А если по ефесскому марку, кто знает со стеретиками, по Герману Стерлигу, если говорить, пропал мир, никого не гнет, один где-то епископ, и все его, что он ограбил, главное не дать. Понимаете, как все сделалось? Ты сначала половину или не менее раздай, кого обидел четверо, тогда будем разговаривать. Это я Герману как бы говорю. А вон все, патриархия неблагодатная, старобрядцы неблагодатные, старостельники никто, один Герман на всю Вселенную. Ну да. Ну просто, как опять же, по каноническим правилам, пока епископа не извергли, мы чтим его, любого епископа. Хорошо, чтим. Даже, значит, вы Кириллу даете поблажку эту? А он с папой подходит, благословляется у него. Ну, не знаю, патриархам он никогда не благословлялся. Я говорю, у папы благословляется, это в ролик выставлен, они подходят и благословляются. Альфейн, Альфейн, Митрополит, благословляется и Кирилл. Да и до этого. А Алексей Второй молится, прямо молятся вместе с Григоряной армянами, а вы их признаете. Давайте до конца договорим. Я согласен, это неправильно вместе молиться, конечно. Неправильно, но вам придется согласиться, иначе сейчас вышвырнут оттуда. Вы пойдете, говорится, под забором выбирать кровь. Нас никто не заставляет молиться с ними. Ну, не заставляют. Вот я скажу, что я не осуждаю, нет, я просто хочу сказать, что я признаю, что они поступают правильно. Как-то относительно сейчас чипа, новых паспортов, электронной карты. Кто не наворачивает? Авель там ездит. Патриарх об этом сказал? Христианкин об этом говорил? Алпеев говорил, и говорят абсолютно правильно. Их даже не слышат совершенно. Я выступил, сказал, и вы так понимаете, да, так вы тогда с ними тоже еретики. У меня сразу в еретики, что я признаю. Я вижу, неправильно окрестит Кирилл. Ногами держит ребенка и голову мочит. Видели фотографию? Ну, больше соблазна нельзя дать. Но для меня он тоже остался Кирилл, благодатный. Я ему по первой счастью окажусь честь, когда он придет. Когда мы встретимся. Да, понятно. Ну, просто понимаете, когда вы так безапелляционно заявляете, что есть пять ветвей, в любую из них можно идти, но это все-таки противоречит многим святым отцам, которые говорили, что... Скайп будет так. Мы поделились мнением. Я так понимаю. Я подойду к Сензу, подойду к папе и благословлюсь. Вчера, вернее, позавчера позвонила одна из Германии. Как-то она вышла, внучка ей помогла, ну, как на скайп выйти. Я живу в Германии, язык не знаю и не знаю, православных нет, но у нас тут церковь Христа есть. Ну, я сразу понял, к секту какую-то свалилась. Стали с ней разговаривать. Нигде нет православных. Ну, я маленько поговорил, я говорю, а ты знаешь, что Антихриста придет? Ну, да. Да, к Антихриста будет ставить начертание, на правую руку, на щело. А что это означает? А я боюсь. Я говорю, Ефрем Сирин говорит, чтобы ты не мог совершить счастный, животворящий крест его. А ну-ка, перекрестись. Она тоже перекрестилась. Я говорю, а ты православная бабка-то? И тут же сидит ее внучка, дочь оставила, говорит, уехал тоже, Мария. Я говорю, ты поезжай в вашем городе, Мюнхен. Есть какой-то костел, подойди. И у Ксенза спроси. Может быть, знает. Но если помирать будешь, никого нету, ты причастись у него. Без причастия не останься. Меня осудят это, я знаю. Но умереть без причастия я никому не пожелаю. Ни одному. Исповедуйся, причастись. Потому что нигде своих нету. И меня не осудит ни патриарх, ни кто скажет абсолютно правильно. Надо так вот, нетерпимо. Мы говорим, они старобрядцы, нетерпимы. Да мы-то чем-то лучше их-то. Мы как раз и должны показать пример. Нам не судить надо. Не судить. А молиться и плакать учиться. А то отпевать только умеют. По Боложенному Августину Бог не будет судить. Евангелие от Иоанна 12.48, центральный стих, который двинул меня. Я вас не сужу. Слово, которое я говорил, оно будет судить. А раз оно будет судить, все остальное я поставил уже позади Евангелия. Я вот сегодня беседовал с одной, она ходит в храм. А она признает только в Новом Завете Евангелие от Иоанна 15-ю главу, больше ничего не признает. Я побеседовал с ней, но не больше часа. И она уже ахает-охает. Я ей показал, смотри, сколько ссылок Павел делает в послании к римлянам. Посмотри Евангелие от Матфея. Для евреев оно написано. Сколько ссылок Матфея делает. И Господь говорит, исследуйте Писание. Не было Евангелия. Речь шла в Ветхом Завете. Согласен. Когда воскрес Христос начал доказывать Евангелие от Луки 24-я глава, то говорит, как написано в законе, пророках и псалмах. Зачем бы Господь ссылался, если это не от Бога? Да что, я говорю, сейчас вот иди на покаяние, ну и 88 лет, наверное. Исповедуйся перед священником и попроси прощения. И каждый день считай Священное Писание. Это два крыла у птицы. Она ходит в храм, она молится, каждую ночь по три часа на молитве проводит. Это я сегодня все узнал и пришлось побеседовать. Такого вот заблуждения-то нигде нету, как в православии. Даже у Бени Хина нету. Это, опять же, личное заблуждение. Человек, который просто не хочет, понятно, звучит. Вот. Хотя сказать, вылетел из головы. У вас какой-то свет сильно на вас падает. Это у нас просто день еще. Нет, так плохо. Вот тут сзади видим, ну ладно. У нас это солнце. Вот так, извините с маленького сторон. Это просто день у нас еще. Так, хорошо. Ну, хорошо. Так, еще что у вас? Вопрос, какие еще будут про крещение, да? Да. То есть вот, я так понимаю, что у вас даже человек, если он был крещен, его все равно кресть погружать. Не крещен. Он был моченый. Вот это не крещение. Слово крещение переводится одним во всех языках мира. Ну, это погружение. Да, но смотрите. Смотрите, что об этом Минский Филарьет говорит. Да. Что говорит об этом. Вот сейчас я ссылаюсь. На какие буду ссылаться. Все говорят, и у вас в требнике написано. Я привожу 136 свидетельств о полном погружении. В ответ мне ни одного. А начиная. А вот Елисавету, там не крестили с столицей Александры. Да разве это пример? Ян Златоуст говорит, я тебе представляю закон Божий, а ты мне чужие грехи. Это не один к одному. Но вы читали Дедахе, например, свидетельство о крещении? Дедахе. Учение апостолов. Это древнейший памятник первого века. Дедахе? Да. Ну и что? Ну, там же говорится об обливательном. Правильно, правильно. Обливательное допускается только в трех случаях. Нет, ну, вы согласны? Смотрите, вот, мы так и давайте рассмотрим. Вот, крещение – это новое рождение, новая тварь, да? Как говорит апостол Павел. Так, извините, пожалуйста. Да, конечно, конечно. Так, ладно, все. Надо же. Пять минуты. Говори. Это плохо. Солнце касается горизонта, ты должен ногой коснуться порог дома. Отошел. Так. Вы опять в свет зашли. Маленько отодвиньтесь. Вот так. Так, последние слова, что вы говорили, я не расслышал. Апостол Павел говорит, что крещение – это новое творение. Вы новое творение во Христе. Да. Когда оно крещение? Да, оно не может быть частично. То есть, как-то наполовинку родился, наполовинку нет. Согласны? Согласна. Поэтому это не крещение. Да. То есть, вот, если, например, человек больной его окроплением крестили, он все равно полностью крещен. А крещение такого нигде нету. Только обливанием. И при том, в трех случаях. Первый – клиник. Второй – в тюрьме. И третий – в степи. В плену у татар. Да. Да. Но все равно даже обливанием – это настоящее крещение. Настоящее. Только в трех моментах. Этому не надо остальное распространять. Ну, а почему? Ну, а я зачем? Так принято. Это принято так. И написано, если он принял крещение, даже крещение правильно принял в болезни, то священники не ставить. Почему? Потому что он к одержам пришел. С этим я согласен с вами. Но все равно это настоящее же крещение. И вот смотрите, есть же… Сейчас какое правило я сейчас выписываю. 47-е правило. А вы для чего это говорите? Чтобы оправдать беззаконие? Что делать? Нет. Нет, нет. Я сам стараюсь крестить все-таки полное погружение. Но меня смущает, что вы второй раз крестите. Это не второй раз. Это первый раз. Его обманули. Ему дали фантики все на те вместо денег. Смотрите, вот тогда такой момент. Если у нас все крещены окроплением, как вы можете сами крестить, если… Ну, то есть, может, вас рукополагали епископы, которые сами были не крещены. Если он не крещен, какой же он епископ тогда? А вот здесь надо остановить. Предел рассуждения окончился. Я знаю, что… Допустим, епископ Московской Патриархии, он моченый был-то, а я все равно подойду под благословение. Но ему скажут, что надо принять правильное крещение. Он же тогда не крещен, но вообще тогда не может быть. Нет, 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 это не надо. Дальше уже нет. А предел существует. А кто его поставил? То есть, я не вижу, почему вы поставили предел. То есть, если нет крещения, он вообще никто. Он вообще не христианин. Как может быть епископом? Вот на этом надо остановиться. Если даже он правильно крещен, а кем рукоположен? А теперь тот рукоположен, правильно ли, тот был крещеный, который там пять поколений назад мы никогда не дойдем до истины. Здесь предел относительно рукоположения, тот был крещеный или мочен, приостановлено. Согласен. Мы признаем его и все. 47 апостольское правило нам говорит, что если кто поистине, имеющий его крещение, вновь окрестит, да, тот будет извежен, да, как посмеющийся кресту, посмеющийся кресту смерти Господней, и не разрешающий священников, а лже-священников. То есть, получается, если мы еще раз делаем погружательное, мы, получается, не признаем священство тех, кто крестил до вас. Вы сами-то не чувствуете, что говорите не то. Но вы не были погружены. У нас приезжают иереи, иеромонахи, крестятся, возвращаются и дальше служат. А другой, а как я совершал литургию? А как в житиях? Причастили ребенка? Ты оказалась не крещеный еврейский ребенок. Да он причастился. Не разговаривайте, идите теперь крестите. А то причастие, это не вам рассуждать. И все, и святые приняли. И я это понял, что надо в рассуждениях знать границу, за которой не заходить. Я 53 года проповедник, и ни разу, нигде не перешел эту грань. Я к Богу подойду и благословлюсь, трепеща перед его саном. А он не в полное погружение. Здесь у меня рассуждения настаиваются на том, доверься Богу. Ну, тут я могу? Да. Если мы разговариваем, я ему скажу, обязательно прими крещение. И, как правило, большинство священников, знакомых, они приезжают у нас, полное погружение, крестятся, возвращаются и служат дальше. Ну, а где вот, кроме как у вас, вообще во всей Вселенской Церкви так делают? Да как туда я всех-то знаю. Про всех Вселенскую, тем более, Церковь. Просто нигде же такое не делать. То есть, вот это, ну, только устарабляться, я знаю, что так делают. Делают, да. Потому что они не признают крещение, в принципе, обливание. Вот. А у вас как-то средний, получается. Вы с одной стороны как-то священников признаете, но не до конца получается. Хорошо. Вот мы так делаем. И мы всегда даем человеку выход на простор евангельской свободы. А у вас, получается, тогда не так. Я его признаю и в то же время добиваюсь, чтобы выполнено было правило-то. Это самый правильный щадящий метод. Просто как-то странно получается. Смотрите, вот Господь видит, человек больной, он будет крещен. А видит, не больной? Нет, все, теперь он не крещен. Ну, как-то вообще странно. Не больной, не больной. Ну, то есть вы говорите, что обливательно можно крестить больного. Да это не я говорю. Зачем мои комментируют? Ну, да, да. Ну, то есть вы сейчас просто привели... Он умирает. Да. Ну, как ты, как сказали, допустим, он еще на 15 лет. Но смертно заболел. Его поверяется покрестить. Но он выздоровел, выздоровел. И в пятимет снова включается с того момента дальше. Так уже прощено было. Не надо рассуждать. Церковь приняла. Все кончилось. Не, просто к тому говорю, что, ну, там, в пустыне, например, да, то есть если он крещен в пустыне, например, где-то, он же тоже... Песком, да? Не, не песком, обливательным просто, например. Но его же не будут заново крестить. Ну, я же говорю, в степи, там, в пустыне, написано в степи, у татар в плену. И заново его не будут крестить. Только три момента. Три момента. Да, да. Ну, вот смотрите, получается, у вас Господь такой формалист, что он смотрит, ага, есть человека, три момента его крестили, он подпадает под эти три момента, значит, засчитываем крещение. А вот нет, в детстве его крестили, он даже не знал этого, вот так обливательно. А все, виноват, долучек. Вы семинарию кончали? Семинарию кончали? Да. Ну, вот оно и видно. А я не кончал, поэтому у меня свобода в рассуждении по канонам. И вот эти рассуждения ко мне на ум даже не приходят. Так сказано в канонах, и не надо рассуждать. Андрей Кураев это увидел. Игнатию наплевать, что вы там, говорит, собор, принимаете святые отцы, его не касается это. Написано, а для меня, говорит, не все равно. Но я думаю, что скажут епископы, и как подумает мой епископ. Вот Андрей Кураев во мне это увидел. Вы тоже рассмотрите это. Я видел это видео, да. Но просто получается, с одной стороны, вы говорите, мы живем по канонам, по Северским соборам православным, а с другой стороны, вы говорите, на меня вообще соборы и святые... Не я говорю, Андрей Кураев. Андрей Кураев. А, вот, кстати, еще... Это Андрей Кураев сказал-то. Сказал он неправильно. Но он самую главную мысль-то ухватил. Что вы мне показываете ваше решение архиерейских соборов? Игнатий, написано в Библии, в канонах, вот для него что главное. А мне, говорит, не наплевать. Я думаю, что скажет епископ, и как обо мне подумают. Я говорю, ты, Андрей, выходишь на свободу сейчас. Да, я идиот. Я когда говорю, когда собираемся со священниками, московской патриархии, я им говорю, что вы совершенно не знаете православную веру. Это первое. Вы бесталанные. Вот с этим они не согласны. А почему? Потому что вы не свободны. Где Дух Господень, там свобода. Вы все боитесь друг друга, боитесь архиерея, трепещете. А то выйди от нас же и скажи, Господи, я твой. А то у меня ребятишки, он зимой меня выбросит. Хорошее мнение о твоем архиере. Хуже разбойника считаешь его. Игнатий Тихонович, а вы согласны, что вот вы говорите, Слово Божие будет судить меня, да? Но Слово Божие не ограничивается только Библией, правда? Слово Божие не ограничивается только Библией, а на мои три названия. Библия, Священное Писание, Слово Божие. Все. Начинается первая буква В и последняя мягкий знак. Вначале было Слово, в конце Аминь. Здесь буквы не добавить. Хорошо, а почему Библия, вот Слово Божие ограничивается именно Библией? А нам не надо говорить. Писали святые Божие человеки, будучи движим Духом Святым. И заканчивается, допустим, притча Соломона, 30 глава, 5 стих. Не прибавляй к словам его, чтобы он не обличил тебя, и ты не оказался лжецом. Не прибавляй. Автор захвата, ты не убавляй. После Соломона, так сколько книг еще было написано? Правильно. Правильно, к Слову Божию. И кончается откровение, а это заканчивается. Ну, а там, не знаю, святой Василий Великий, он что, писал небоговодухновенно? Мы сейчас говорим о Библии сначала, мы не закончили разговор о Библии. Нет, ну то есть, смотрите, я к чему говорю, что вы ограничили Слово Божие Библией, я не ограничиваю только Библию. Ну, то есть, я верю, что и святых отцов тоже двигал Дух Святой. Но это не Слово Божие. О, вы видите, как перескакиваете? Вы говорите, Слово Божие, а то же Дух Святой. Словом Божиим называется только Библия. Как же вас учили, это не говорили? А почему Слово Божие Библии? Слово Божие, это только Библия. От последней до последней буквы, от первой до последней. То есть, вы понимаете, что, например, послание к филиппийцам, там, апостол Павла, это Бог ему точно вложил в голову, что написать, а от Павла вообще ничего не зависело. Как не зависело? Или зависело. Ну, там вербально, разно разбираете. Написано, писали святые божие человеки. Мы даже... Будущий движим и Духом Святым. Я это принял, и все. Ну, хорошо, но Василий... Нет лжи, ни одной буквы. Бог вручается, я бодрствую над Словом Моим. И мне рассуждать не надо. Мне надо принять и исполнять. И на этом исполнении я должен все время воспевать Богу дивную хвалу, жизнью своею. Как говорят, Петра Евангелия. Да, я просто не понимаю, почему вы считаете, что Иоанн Златоустом не двигал Дух Святой? И он не был святым Божьим человеком. А почему вы-то вдруг мне приписываете это? Ну, вы, смотрите, если вы считаете, что Иоанн Златоустом его рукой двигал Дух Святой, тогда чем его слова, творение его, написано, отличаются от творения апостола Павла? Нет, маленько назад. Вы сейчас сказали, а почему я думаю, Иоанне Златоусте? Вас Златоустом называли когда-нибудь? Нет. А обо мне называют не только в газетах, а в фильмы ставят, без моего ведома. А почему? Потому что я насчитал его, насчитал. Я слышал, да. Я все насчитал его, я его люблю. Но есть моменты, которые там написаны, спорио приписываемо Иоанну Златоусту, приписываемо. И поэтому утверждать я не могу. А мог ли... Иногда Серафим Таровский говорит, когда Дух Святой покидал меня, прямо об этом говорит, я ошибался. Почему мы не думаем о другом? Меня Бог не спросит за Златоустца. Он спросит меня за Библию. Ну это просто вы так вот, знаете, вы чуть по-протестантски так, что Дух Святой, то есть, что Слово Божье, это только Библия. Вот смотрите, какой парадокс выходит. Дух Святой жил в людях Ветхого Завета, они там, ну то есть, писали, пророки те же самые, да? А получается тут на апостолах он пресекся и больше никто ничего не написал о Духа Святого. Вы сейчас, что говорите, можете записать рукой своей? Пожалуйста, запишите. То есть, чтобы я вам задал вопрос, написанный или как? Нет. Что вы сказали сейчас? Я хочу, чтобы ваши слова вам на память пришли, и вы потом почитали, с кем-то посоветовались. Правильно ли вы говорили? Нет, я просто это уже много раз рассуждал, что я так переписал. Повторяю. Ничего святые отцы не называли, кроме Библии. А вы сразу перекидываете вопрос и говорите, движимый Духом Святым был Златоус или нет? Движимый Духом Святым и Слово Божье, это разное совершенно понятие. Движимый Духом Святым может человек, который и Библию даже не считал. Вот, то есть, смотрите, вот есть понятие, такая Богодухновенность, да, сказано, всякое описание Богодухновенности, Библия, да, понятно? Вот, но о творенияхских отцов, они тоже Богодухновенность? Мы говорим только о Библии. Больше, пока не закончим о Библии, дальше никуда не отходить. Ну ладно, хорошо. Я говорю сейчас только о Библии. Если меня отходить, только во свете Библии, как мои книги называются, во свете Библии. 13-14 лет уже у меня книги идут, 38 томов, это не две книги-то. И не могут составить цензорский отдел, чтобы клевещут непрерывно попы, лютые волки. Я, честно говоря, вот когда, вот недавно совсем, я случайно видел ваше видео про мощь, я понял, почему они так делают. Но когда вы пишете про Яна Дамаскина, что это там темный Дамаскин, там, ну это совсем... Темный Дамаскин, где это, покажите, кто сказал? Это где-то у вас в книге было, ну... Темный Дамаскин, вот видите, на выдумках. Сейчас, сейчас, но я сейчас найду. На выдумках и на лжи. Я когда слышу, что лгут, я знаю, что за мной ничего не могут найти. Если обвинения против меня достаточны для смерти, вы думаете, еще тогда не надо. А это значит недостаточно, ничего нету. Зачем бы они лгали тогда? Да не брали бы мои места, говорили и долбили, и убили. Сейчас, я просто это как раз... Ну потом мне это достань, чтобы время зря не проходило, пометь, мы можем еще потом... Да, ну вот как раз про мощь, вот просто вы считаете, что все их надо захоронить. Да, с честью, с песнопения, с присутствием патриарха в самом священном месте. Может быть, под храмом Христа Спасителя. А вот в чем тут вы расходитесь с иконоборцами? Ведь они точно так же к мощам относились. Мне надо к иконоборцам. Я говорю, во свете Библии вы опять мои иконоборцы. Вот это у вас училась семинария. Изуиты православные. Во свете Библии рассмотрите, и вы увидите прах, ты и в прах возвратишься. Все кончилось. Вы восстаете против главного, что Господь сказал. Как будто вы не прах. И не желаете в прах возвращаться. Ну как он сказал, и что вы боги истия, понимаете? Не надо. Боги истия в Магдалее лежит, говорит. Как вышла в Адморске и говорит, Зюганов, забери свою воблу отсюда. Вот я нашел ваши слова. И всему дают обоснование, найдут своего Дамаскина, Апологета тьмы. Апологета тьмы? Апологета тьмы, а не темная. То есть вы Иоанна Дамаскина называете Апологетом тьмы? Апологета тьмы. Это означает то, что вопреки Библии. Я еще раз повторяю. И Иоанн Дамаскин ни одного слова своего не докажет, что он вопреки Библии говорил. Он даже не попытается. Все это говорилось на фоне того, что люди не знали Библию. Библия была спрятана. Я много лет искал ответ, почему Библию прятали. И, наконец, нашел один филарет, митрополит, говорит, дореволюционный. Если Библия пойдет к народу, будет революция. Будут секты, он говорил. Вот и все. Да, но вот смотрите, я взял пора с Седьмого Вселенского Собора. Вы тоже, наверняка, его проходили, читали. И тут говорится, что мы должны чествовать золованием, почитательным поклонением, не истинным по вере нашей поклонением, которое подобает только Божественному Местеству, но так, как воздается честь изображений честного же Творящего Креста, Святому Евангелию и прочим святыням, фимиамам, поставлением свечей, по благочестивому, обучу древним. И далее, смотрите, вот сейчас, извините, далее, смотрите, дерзающим же мыслить и учить иначе, или последующих облеченным еретикам в отрежении церковных преданий, или измышляющим новшество, или отвергающих что-либо веренной церкви, Евангелие, изображение креста или иконы, начертания или святые, останки мучеников. То есть, смотрите, останки мучеников, они также перечисляются, как то, что нужно почитать целованием, поклонением и кождением. Вот, поцелуйте, поклонитесь и захороните. Захороните, не будьте богопротивниками. Ну почему богопротивники? Это богопротивники. Бог сказал, что прав, в прав возвратишься, а потому что Бог сказал. И Стефана, написано первомученикам, мужи благоговенные похоронили. Похоронили. А, ну вы сами переводите множество, вот там, я просто смотрел ответ на ваш вопрос, вот там 90% это защита, почитание мучей, а в конце вдруг говорите, что надо почитать захоронение. Просто я как-то не помню боги. Это самое высшее, потому что это выполняет заповедь Божью. Это люди, которые не знали священного писания. Когда они это пишут, вот то, что сейчас прочитали, они нигде не упоминают о том, что Бог сказал, Бога отвергли. И это пишут уже во тьме. Понимаю, то есть, получается, вы вот не очень принимаете вот этот орус Седьмого Вселенского Собора. Вам очень нужны, вы трупопоклонник. Нет, ну я просто у вас спрашиваю по орусу. Вы согласны, что вы трупопоклонник? Нет. Мощь это труп? Так же, как икона, я поклоняюсь не естеству какому-то личности. Я вопрос задал, сравнение не надо. Мощь это труп? Ну, мощь мы называем не просто труп человека святого, но, наверное, там труп. Да не наверное, а труп, трупопоклонники. И написано в откровении, и убьет пророков, и трупы их, и ноха Ильи бросит на площади. Трупы. Ну неужели тот, который, там, кто-то сказать, Алексей Божий Человек, неужели он выше пророка Ильи? Если их называют трупами, Господь говорит, где труп соберут с орлы, трупом называется сам Христос. Ну, хорошо, да, просто это, как бы, почему я так стал думать, потому что труп это, ну, как бы, не очень красивое слово в отношении святых, да, но... А вот мы прикрыли все эти, во церковь, погаными словами. Ну, вы согласны, что ученики Марии и Магдалии, но все приходили, тоже как бы трупы, поклонялись Христа. Где поклонялись? Ну как, почитали его, мазали, ну как, ну а как не поклонялись? Какое посчитание-то? Сегодняшнее, что ли, режут на счастье, несут. Сумасшедшее. Не, ну, давай, насчет дробления, я с вами согласен, что это не очень хорошо. Ну, просто фаршировка идет, на, на, на технологию, как Андрей Курай говорит. Да, я с вами согласен, что это, конечно, перегиб, но в самом почтении мощей, например, где-то был похоронен, там, Николаевича Творец, и к нему приходили, я не вижу ничего плохого, что почитали целованием его останки. Ну, скажите, люди, которые приходят в мавзолей, большинство людей-то, они идут еще увидеть, они почитают его этим? Не надо преклоняться, ничего не надо. Достаточно собрать мощи. Они почитают, да, они почитают. Ну, ладно, почитают, почитают. Ну, это замена только слов, почитают, поклоняются. И вот, если сегодня мы это рассмотрим, и вы увидите, нет ни одного места в Священном Писании, чтобы дробили, резали, теперь показывают, ноги отпилены над мертвецами. Еще вы ищете живого среди мертвых. Вам живого Бога недостаточно-то. Ну, совсем прям под дурака играют, и все. Страшно смотреть, что какой позор-то. Два миллиарда мусульман потеряли. Если мы абстрагируемся насчет дробления, вот просто без дробления почитания мощи. Давайте вот так мы... Просто вот я объясню, почему я заинтересовался. У вас есть средняя, не надо. В праве страховно дратишься. Скажите, почему вы не принимаете это? Мне просто недавно мой знакомый написал, говорит, вот, он не знал, что я как-то вас смотрю, он говорит, что вот такое заблуждение, нате лапкина, вот хочу как-то против него написать, потому что это не православие, когда мы говорим, что... Ну, то есть, получается, мы отвергаем... То есть, иконоборец, он не может быть православным, понимаете? Ну, что вы говорите? Но вы опровергаете Библию Бога, а теперь меня пугаете своими вымыслами. Мне просто слова, они копейки не стоят по сравнению с Божьими-то. Согласен, просто я вам хочу сейчас... А до восьмого века до Москина не знали никто, в восемь веков не спасались. Примогали разные праздники до 90-х, которых во сне не видели. Введение во храм, она жала во святом святых. Да уж даже дураками нельзя назвать-то. Даже в первосвященниках один раз, что там девчонке было в куклы играть? Тогда там окна не было-то. Уж не знаю, что сказать. Как католики, ее тоже бессемянное защитие, ее от родителей. Будто бы Яким, ей уже не отец. Ну, конца дури этой нету. То, что Яким отец, это... Тут нет вопрозначительных никаких. Ну, католики не признают, а дух от... Ну, вот, вот это одно из заблуждений католиков. Ну, и мы им должны сказать об этом. Мы говорим. Ну, а как вы говорите, когда сами полны заблуждений? То у вас заблуждения... Нет, нет. Рея... Я не говорю. Где у нас заблуждения? То есть где догматически у нас заблуждения? По порядку говорю. Зачем вы режете мощи? Я не режу. Зачем вы демонтируете куда-то в домах держите? Вам живого Бога недостаточно? Я не... Ну, хорошо. Ну, вот смотрите, вот мы в Деяльниках читаем, что тень апостола Павла, пояски апостола Павла исцеляли. Неужели недостаточно было живого Бога? Обожди, а в чем вопрос-то? Ну, вот вы говорите, неужели вам недостаточно живого Бога? Зачем вы режете? Я говорю, что, понимаете, освященная материя, она всегда христианами почиталась с первых времен. Даже что, плащаница-то Христа не доказана, что это его плащаница по сегодняшний день-то. Не доказана икона. Все, все, мы считают, только Бога не знают. Канонизируют. Канонизировали, ну хорошо. Ксению Петербургскую канонизировали. Ой, скорее надо Матронушку. Матронушку канонизировали. Рушакова надо. Вы Бога не знаете. И вот бездействие от одного к другому. Не нам решать. 4.15. 1 Коринфянам говорит, не судите никак. Неположительно, не отрицательно. Да коли не придет Господь и не осветит скрытое во мраке. И тогда будет похвала каждому. Во мраке. Ну, смотрите, я вам скажу. Смотрите. Вот, допустим, Паисий Великий. Он заходит в город, в городе Траур. Я говорю по шитьям, которые я насчитывал. Да, я послушал. И вот он спрашивает, а что у вас тут за Траур? Умер праведник. Такие праведники раз в столетие рождаются. И он туда пошел. Все до одного архиереи отпевают со святыми у покоя. И только ему одному Бог открыл. Сонныще чертей рогатых. И дьявол стоит, душу его трезубцем вынимает. И говорит, будьте вы прокляты христиане. И идут, и дальше еще посыпают пеплом, вонючей водой льют. Это в другой случае. А христиане поют со святыми у покоя. А кто это увидел? Андрей Еродиев один. Только один. Теперь Макарий Александрийский. Макарий, не великий. Иду на службу, да? Святых. Все видят, причащаясь с причастием. А он видит, как бегают черные эфиопы. Когда-то хлеб давали в руку, вот тело-то. А эти демоны влагают уголь и в рот. А этот, говорит, который давали тело, незримо рукой ангела отправлялась в алтарь. Почему никто не видел за две тысячи лет больше? Не говорят об этом священники. Почему? Ну хоть раз напомните, что кроме Марии Египетской, это еще есть жития. Замусолили Марию Египетскую. Каждый Андрей Критович считает. А Мария Магдалину почему не считаете? Не очень понимаю. То есть отношение к чему вы сейчас говорите? Я к тому говорю, что все перекос в каждом месте. То у нас там, нам не за католиками надо смотреть. Нет, нет, я согласен с вами, что есть недостойные причастия, есть там, ну, когда человек почитает святым, но это, как бы, это же никто не отрицает этого. Ну хорошо, зачем вам нужно дробить мощи? Вопрос. Зачем? Хорошо, смотрите, я не дроблю, допустим, мощи. Мне можно их недробленные почитать? Вот просто вот умер правильно. Я их почитаю. Я где бываю, везде прикладываюсь. У Сергия Радонежского. Что мне нужно? Откусить от него или что? Доказать вам. Нет, нет, вот не надо ничего, вот давайте вы, смотрите, вы просто говорите о перегибе, с которым я согласен, что у нас даже Владыка Марк, вот наш епископ, он тоже говорит, что я против того, чтобы дробить мощь. Вот, но, как бы, а если не дробить, что плохого в том, что они вот, ну, находятся в храме, как святыня, их почитают. Ничего плохого нету. Вот, то есть вы, вы не видите ничего плохого в этом. Вот, просто это я хотел. Я ничего не вижу, но только это вопреки тому, что Христос сказал. А они не начали в прахе. Их надо похоронить и почитать, ну, на этом месте хотя бы. Зачем в плоту это прикладываться? Они должны быть похоронены, землей засыпаны. Это Бог сказал. Вы Бога не боитесь. Бог сказал, вы начинаете. Если сказал еще, где сказал? В раю. В раю. Вы против чего вы встаете? Какие-то Ивана Дамаскина подсовывайте мне. Просто вы Бога не знаете. Бог сказал, да умолкнет всякая тварь. Слушайте небеса и земля, ибо Господь говорит. Считайте первая глава Исаии. Нет, начинает вот какая-то игра. Зачем вам нужно это? Бог сказал похоронить. А как? С честью. Ходите, почитайте. Вот знаете, что я могу... Считайте Мазелинский собор, когда на мощах мучеников строится храм. А сегодня мощей мучеников нету. Целиком тела нету. И еще попало делают. А меня... Вот знаете, что я мог бы вам возрастить? Смотрите, вы говорите, что земля, ты иси, в землю отыдешь. Но сказано это когда? После грехопадения. Верно? Когда сказано, что проклята земля за тебя, тернии волчься тебе принесут. То есть мы знаем последствия вот этого грехопадения. То, что, например, животные больше с людьми не в мире. Но мы знаем, что для святых, святые преодолевают это проклятие. Ну, например, Божья Матерь преодолела, да? То есть она не в внуках рождает. Знаем, что святые, они в какой-то мере тоже избавляются от этого проклятия. Скажем, с вери им служат. Стихи им повинуются, как Адам повиновались в раю. То есть, ну, множество примеров, которые читали «Жития святых», о том, как они по воде ходили. Ну, то есть, вот они преодолевают своей святостью вот это наказание. И, собственно говоря, поэтому к ним вот это проклятие, ну, не проклятие, а вернее, слова, да, Господа, пророчества, о том, что земля-то в землю отойдешь, оно к ним не относится. Потому что они... Ну, зачем вы это придумываете-то? Вы Бога не боитесь. Преодолевают, начинают от Божьей Матери, перекладываете на других, вам знать это не надо. Вы даже похороните все Стефана, погребли мужи благоговейные. Что вам непонятно-то? Похоронили в землю. Почему они не стали его рвать? Я против того, чтобы рвать. Не надо, надо похоронить. И не просто земля, вы сказали земля, а прах. Прах это тонкий слой. От нас ничего не остается. Они преодолели, тело не преодолело, оно умерло. Это означает, что последствия греха сработали. Вот смотрите, есть Александр Свирский, например, мощь, который нетленный, да? Вот смотрите, он же преодолел вот это то, что он не стал прахом. А скажите, где эта граница нетления? Вот нетленный это святой. А у греков, от которых получили, у них наоборот, если нетленный, второй раз дарыли, а третий раз бросай в море. Это грешник, он не сотлел. Нет, я вам просто... Где у вас граница-то проходит? В одном месте тление посчитается, а в другом не тление. Где? Я к тому говорю, что не всегда вот это вот прах, ты в прах отойдешь, не всегда оно видеть на святых упорах. Я не говорю, что всегда. Я говорю, что не всегда. Я задал вопрос, где эта граница, что у греков посчитается именно тление, одни черепа лежат в мортире, а теперь у нас не тление. Где эта граница-то, тление не тление-то? Где? Дело в том, что под словами нетленной мощи, то есть это аммоним, нетленной мощи, как нам объясняли в семинах, что такое нетленная мощь? Это останки святых, в которых почивает Дух Святой. Нигде этого нету. Почитает Дух Святой. Выдумки человеческие. А Давид говорит, вымысли человеческие ненавижу, а закон твой люблю. А раз не любите закон Божий, для вас слово Божие другое, поэтому вымысли у вас рекой втекают. И вы в них и будете париться, и умрете, увидите. Вы служили-то не тому Богу, который называется Егова, и который просил нас, чтобы в прах возвратились. Вы просто с этой жизнью живете, вы сдрогнете. Умирать будем. Умирать мы все будем. И тогда мы предстанем, перед нами будет только Слово Божие. Летел ангел и нес в руках вечное Евангелие. Никаких златоустов еще уже не было. Понятно. Но Игнатин Тихонович, в итоге получается, что вы не очень понимаете Седьмой Семеновский Собор. Я сказал так, как написано. Я понимаю, протестанты все точно так же говорят. Мы только по Библии. Вы понимаете, породили протестанцы, породили мусульманство. Вам слово «род» раскрыть нельзя. Вы помните Спиридон, который в Бурятии трудился? Не знаю. Он там собрались все, которые буддисты, ламы все. И он перед ними сказал прекрасное слово евангельское о Христе. И один ламав встал, они очень грамотные, очень грамотные. И говорит, вы хорошо говорили. Вот если бы все люди верили, как мы проповедуем, то люди могли бы спать спокойно. Но если бы все верили, как вы, никто бы не спал, а день и ночь славили Бога. Ну скажите, почему пока вот мы ждали, будет железная дорога, как-то нам в внешний мир выйдем там. Но вот провели дорогу. И жены, которые у нас были подчинены, они вышли из подчинения. И стали болеть какими-то страшными болезнями. Дети наши стали валяться. Они умирают в раннем возрасте. Вы нам говорите о Христе, а у вас рот в крови. И он замолк. Я, говорит, медленно поднялся, вышел, на коня не мог залезть, а у него там два мешка сухарей. Я взял коня под усы и пошел, дошел до леса, упал и до вечера рыдал. Что мы скажем Богу? Вы много говорите, вы примените на практике это. Куда эти мощи завели? Мы из-за икон только потеряли 2 миллиарда мусульман. Из-за икон. Ну, не только из-за икон. Не только. Андрей Кураев правильно говорит. В 632 году умер Мухаммад. И за 6 столетий не нашли Кирилла Мефодия послать к ним, а народы брали. И встретили что-то с мещами под Константинополем. Никого не нашли, и это никому не надо было. Для них больше учения о Троице проблемы состоит. Да кто создался проблему-то? Ну, как Господь нам открылся. Представьте, монастырь Пахомия. 11 тысяч мужиков. Да если бы 11 тысяч с Евангелиями в Котомке пошли в эти пустыни, то аурегам проповедовать, что бы было-то? 2 миллиарда православных было бы. Нет, так дело в том, что проповедовали. Тот же Иоанн Дамаскин, он жил в мусульманской стране. Да кого он проповедовал, когда обвинили его, руку отрубили? Это он проповедовал. Я говорю, он в 11 тысячах, он там не проповедовал. Он двум-трём сказал всего. Он не проповедник. Он не проповедник. Не, ну как, он полемизировал очень хорошо. Ну, не знаю. Ещё раз говорю, восьмой век, восьмой. Уже мусульманство уже распространилось. Нам не надо сегодня ничего говорить, кроме как плакать учиться. Протестанты. Да протестанты-то от чего? От того, что Библию потеряли. А они попали в плен в основном, то пошло уже с Германии. И а там они услышали. Оно не могло не возродиться. Мы его породили, православные. Понятно. Но ведь они, вот точно так же, как вы говорите, что мы только по Библии. Для нас только Слово Божие, и всё. И понимаете, вот как рассуждали святые отцы, мы считаем, что говорит об этом Ианн Златоуст. Сегодня ничего, люди не знают Златоуста. Вы своих прихожан спросите, кто 12 томов прочитал. Вы спросите, сколько раз Библию прочитали. А мы, кстати, сейчас, Игнат Тихонович, всем приходом читаем Библию. За год, чтобы прочитать. А вот Кирилл Сахаров, вы его все знаете. Да. Вот. Я ему любое замечание где-то сделал, он всё поместил в книги. Я говорю... Да, я смотрел в книге. В Италии, да? Да, мне понравилось. Вот этим он привлекает. Я у него посмотрел, висят выдержки там в столовой. В них ошибки. Я ему сразу сделал замечание. Говорю, хоть никто Слово Божие не знает. Почему я сразу высветил? Ну, и он сразу исправили тут всё. И он это уже в интернете стоит. Он необыкновенный человек. Ну да. И перед самым храмом Христа Спасителя, и патриарх у него там бывает служит. Множко же это. И вот старому стилю служит, по старому обряду. Да, и как раз по старому чинам его служит. Храмного мучеников Строгино. Вы от него недалеко? Нет, далеко. То есть это Москва, но северо-западный... То есть это другой край Москвы. Он в центре, а мы на западе. Через Москву. У нас просто... Наш настоятель, он дружит с отцом Кириллом. Я у него еще был, 4 проповеди сказал у него там. Да, я слушал их. Вы очень как бы, ну... Так, даете загореться, скажем так. То есть даете... Желание, скажем так, идти, что-то делать. Он приезжал сюда с детьми. Со своими прихожанками. Был у нас в лагере. Все это описал. Называется «На земле Алтайской». У меня в книге, для слова Божия, они тут. Зайдите на сайте, просчитаете. Я видел, да, это книга так и просматривал. Просто, как бы, такое пожелание, чтобы вы все-таки не так категорично все эти вещи говорили. Потому что именно это, и нас вы говорите, почему меня там патриархи, там, или священники, год книги не понимают. Ну, просто это как-то вот очень резко выглядит по отношению, ну, просто... Православное первое учение. Понятно, что я не советовался с вами. Скажите, вам не Иеремия, пророк, близок вам? Надеюсь. А я им живу. Я постоянно у Бога спрашиваю ответа. И получаю живого Бога, живую молитву, живой ответ. И я знаю, как поступить. И вы уверены, а уверенеть не надо, потому что события средом идут такие же. А как? Я для Бога это делаю, не для человека. И меня уговаривать ни о чем не надо. Да я... Сказали, я сразу, мгновенно начинаю смотреть Слово Божие. Сразу же. Записал. Мне человек сказал, вот вы что сказали, это у меня уже проверено, тут проверять нечего. Ну, понятно. Просто вот точно так же делают протестанты. То есть, понимаете, подход один и тот же. Протестантов нету. Вы их не поминайте. Это жертвы православия. Держали людей во тьме, они пошли сказать Слово Божие. Протестантизм не мог не возникнуть. А сегодня католики говорят, Мартин-то, Лютер был бы, многое от него приняли-то. Да как бы не протестанта, у нас бы Библии не было даже. Ну, это слишком выговорили. Ну, еще бы здесь, как общество. Кто? Кто заботился об издании-то? Когда 30-летняя реакция была, и царь еще не мог сдвинуть с места. Георгет Московский заботился. Заботился. Раздох. 30 лет ждали. Начали бросили. Невозможно было. Ну, а кто перевел? Четыре академии, это что протестантские? Нет, православные. Православные, благодаря тому, что там уже работа шла. Но, если вы помните, то начинание протестантов, оно было сожжено, потому что это вот протестант Патерсон, если не ошибаюсь, он шпион. Скажите, профессор Павский, Герасим Петрович, которому он принадлежит перевод псалтири. У меня, кстати, большие претензии к переводу псалтири, потому что, если вы сравните перевод Юнгера в псалтири, там вообще... А вам зачем сравнят с ним-то? Вы берите оригинал и считаете. А оригинал на каком языке? Ну, вы же знаете какой? А вот нет, вопрос. Вы не знаете на каком языке? Ну, святые ацичи считали, что оригинал это греческий язык. Да оригинал, какой же он греческий-то? Ну... А греческий переводили, с чего они переводили тогда на греческий язык-то? 72 церковника, с чего переводили? Я понимаю вас, но того еврейского оригинала не осталось. Какой и есть. Ну, а ведь этот оригинал, то есть, этот еврейский текст, он уже... Что это, Масареты? Масареты виноваты. Ну, а как? Он же с искажениями. Как вы любите чужие слова повторять? Не, почему? Я сам проверял. Я сам проверял, ну, например, сейчас, у кого же, по-моему, пророк Иереми. Вот смотрите, славянский текст положили, вплоть в мое древо, там, да, то есть, мы, ну, у святых ацитов видят, это пророчество о Христе, да, плод там, хлеб, там, это плодь Христово, древо, это древо крестное. А в синодальном переводе они накормили меня. А к чему это? Совсем другое. Или, смотрите, Иосиф, например, да? Вы берете церковь славянский? А? Да. Перевод церковь славянский. А кто его делал, перевод этот? Ну, последователи Кирилла Мефодия. Да его 10 раз меняли. Посмотрите, сколько. У меня еще и Лисоветинская Библия. Нет, это я знаю, это я знаю. Ну, просто смотрите, просто церковь славянская, это перевод с септуагинта. Вот смотри, смотрите, история Иосифа Прекрасного, да? Берем синодальный перевод, там что сказано, что Иосиф доносил на своих братьев, да? Стучал. А в церковь славянском этого нет никакого такого. То есть, это искажение, смотрите. Они не знали, да? Нет, посмотрите. Иосиф – это прообраз Христа, очень яркий причем, да? И тут на него мы видим, что он, значит, на братьев клеветал, там, доносил как-то. То есть, в Библии святых отцов этого нет. Или, например, другой перевод, смотрите. Евреи нам говорят, вот как вы говорите, что никто не восходил на небо, только Христос? Да? Христос сам говорит, пить и говорит, Христос ошибся, Илья восходил. Если вы возьмете синодальный перевод, именно так нам и сказано, что Илья вошел на небо. А если вы возьмете церковно-славянский и толкование на это место святых отцов, вы увидите, что там сказано, яку на небо, как бы на небо. Воздух был помен. Вот и все. Как бы на небо. Нет, нет. Илья так и понимает. Ну, а тогда Христос обманул. Он же сказал, никто не восходил на небо, который восходится с небес, Сын Человечества. То есть, вы подтащиваете синодальный перевод? Так я понял. Ну, к нему было в 19 веке много претензий. Хорошо, давайте посмотрим. Синодальный перевод утвержден синодом, а не то, что какие-то полузнайки будут по одному слову вылавливать. Дальше. Зарубежная церковь издает синодальный. Ну, просто нет лучшего пока. Я задолжу сейчас мысль. Патриархи, все патриархи по порядку издают. Все издают синодальные. Сектанты-баптисты синодальные. Писятники-адвентисты синодальные. Нам зачем теперь мудрить-то? Это так говорят те, которые наизусть ничего оттуда не заучили и не знают. Им разницы нет, что. Сергей Аверенцев, Касьян напоминают. Да это вульгарные переводы. Нет, с этим я согласен, что просто, смотрите как, нет лучшего перевода. Ну, например, смотрите, Крещение, тоже момент такой. Как мы считаем синодальный перевод? Вы это знаете, наверное, это расхождение, да? Крещение есть обещание Богу доброй совести, сказанное в синодальном переводе. Запятая. Запятая спасает. Да, но это уже дальше не совсем важно. Но в греческом тексте мы читаем, как, и в церковнославянском, кстати, все было переведено с гречками, что это испрошение доброй совести, то есть мы просим у Бога доброй совести. Ребенок не обещает, а мы за него просим доброй совести. Нет, мы обещаем. В Крещении мы обещаем расторгнуть прежние узы и под узы Христа идем. А скажите, где в чине Крещения вы это обещали? Отдельные моменты берете. У вас уже далеко эта гниль проникла. Нет, но скажите мне вот слова, в которых вы обещали Богу доброй совести в Крещении. Я крещу часто. Где там слова, что я обещаю Богу доброй совести? Да вы не можете их претрасти. Они не научные люди, они не знают. Вот у нас 500 академических часов ко Крещению готовим. А у вас 40 минут, они ничего не знают, люди. Мы пробовали так. Вот 20 человек подряд спросить, ни один не мог ответить, для чего Крещение. Что угодно огородят. Нет, это все понятно. Просто я вам говорю о том, что вот смотрите, синтальный перевод, даже вот этот момент, он переводит так, как перевели протестантов. Вам не об этом надо думать. Вам нужно идти благовествовать, подготавливать людей к Крещению. Вы крестите, чурки мертвые, они ничего не знают. С этим я с вами согласен. Вот я захожу в Тобольске, а в Тобольске, настоятельном Тобольске, мой брат. Но в это время служил другой священник. Я гляжу, два стоят юноши. Но священник пошел там бутылочки свои там мазать. Я подошел и говорю, скажите, а кто такой Христос? Один говорит, ну я говорю, как же ты крестишь? Ну его в армию забирают, а мы друзья, я решил вместе с ним. А тот говорит, не знаю, инопланетянин какой-то. Священник выходит, я обращаю, там отец Сергий. Вы это крестить собираетесь? Да так они неверующие. Как неверующие? Да они не знают даже кто Христос. Вы с ними вели беседу? Нет. И сразу он пошел в алтарь, не стал. Другой момент. Я приезжаю в Славгород. Меня там архимандрит Серафим пригласил там побеседовать. И гляжу, женщина стоит, штанишки закатала маленько там, и стоит, и он ей мазать будет к крещению. Я подошел и говорю, скажите, а вы уверовали, что Христос умер за вас? А мне зачем это нужно? Я коммунистка. А в это время, которое с торговкой-то стоит, который Христос бил-то, она выскочила, подбежала. Вы о чем с ней говорите? Я говорю, так она неверующая. А я у ней восприемница. Она даже не слышит. Другой-то архимандрит. Я говорю, она совершенно неверующая, коммунистка. Как так? А эта, которая торгует, она сказала, что верующая. Он даже ее не говорил ни разу. Он развернул оглобли и назад. Я говорю, 37-й год. 200 архиерейских голов вам мало? Вы опять Россию поставили на грань катастрофы. Бог накажет вас, как Украину. Там все ереси и здесь. Нам надо не рот широко против кого-то разевать, а учиться плакать, повторяю. С этим я с вами согласен. У нас даже на приходе три катехизатора. Представляете? То есть, ну, они как бы серьезно готовят. То есть, вот взрослых, это, конечно, очень серьезно. То есть, там, для детей минимум две беседы, как патриарх и сказал. Но у взрослых, вот, не знаю, сейчас мечта такая, чтобы все-таки вот крестить на Рождество в Сочельни, как в древности было, чтобы готовить весь Великий пост. Конечно, это тоже мало. Ну, надеюсь, что так получится. Вы сказали слово «мечта». У христианина это слово не должно появляться. Оно имеет только негативный смысл во всей Библии. Мечта в Библии. Но дело в том, что... Мечта в Библии в Библии. Да, почему я так говорю, что мечтаю? Потому что сейчас мало взрослых очень к нам идет. Я говорю «мечта» слово антиевангельское. Богопротивное. Никогда не употребляйте. Я вас просто прошу. Скажем, да, желаю. Скажите, да, я желаю. Спасибо большое вам за беседу, Игнат Тихонович. Так, я и то, что хотел вас спросить. Вы зачем слово употребляете неевангельское в оцерковление? Что вы в него вкладываете? Вы же тоже пользуетесь. Вы же, ну, плоть от плоти Московской Патриархии. Ну, слово оцерковление вы можете найти даже в требнике наших, да? Ну, в требнике, да, вы можете найти. Это не евангельское слово. В Евангелии есть... Единосущное – это тоже не евангельское слово. Слушай, а вы об этом никогда не говорите людям. Две беседы, патриарх сказал, вам не патриарх регламент должен устанавливать, а Дух Святой. Пока не уверуют. А люди приходят к вам, совершенно ничего не знают. Нет, я с вами согласен. К вам приходят и даже обижаются. Мы говорим, ну, мы не можем вас крестить, потому что, там, не верят за гробную жизнь. Ну, нельзя крестить, если человек не верит за гробную жизнь. Они вообще не верят ни во что. Мы беседовали, 50 человек. Вот, допустим, давайте, вот идут женщины. Я подошел, а вы пока с другими... Вы пошли несколько человек, и 50 человек, ну, немножко прозондировать. Вы приняли крещение, а идут двое, одна сразу. А я у ней восприемнется. Я вопрос задал, крещение, да. А он ей ударил, а у нее парик. Он даже ни одна капля на голову не попало. Хуже католического крещения, кропления-то. А что, я попу мало сунула денег? Я говорю, а зачем же вы это делали? А подруга ее говорит, да, БХС говорит, это советское время. У нее, говорит, обыск, она директор ресторана, у нее трудная обстановка. А ей сказали, тебе надо креститься, и там маленько тебя отхлынет. Обман. Православие сегодня самая обманная организация у нас на земле. И она потянет, так как патриарх с Путиным, вместе с Путиным пойдет в одно место. Надо отойти, разорвать эти узы. Рассчитаться со всеми долгами. Ну да, вы часто спрашиваете, рожден ли человек свыше, да? Вот я просто слушаю вашу беседу. Если они не понимают, они не понимают даже, о чем я спрашиваю. Да, да, да. Ну вот просто я размышлял над этим вопросом, но действительно в святотическом наследии рождение свыше понимается крещение. Но, как я понимаю, человек, конечно, рождается в крещении, но если он реально не принял крест, он просто тут же умирает. Он не рождается в крещении, нет. Крещение завершающий акт, печать. Крещение это завершающий акт. Для крещения три момента нужно. Первое, признание себя абсолютно погибшим грешником. Да, это я слышал, да. Слышали? Ну просто человек, может, вот сейчас поверил, а в церковь 10 лет не ходил. То есть он же родился, но он тут же умер, он 10 лет умерщим был. Он не родился. Не может этого быть. Не может. Он не родился. Вы не знаете, что рождение. Проверьте себя, рожденный или нет. Ну, знаете, она не... Знаете, я скажу, я как Савл шел. Я помню, я просто много слушал. Я обратился, я встал с молитвы пять минут, я на себя самого гляжу, это другой человек. Я только прибыл на корабль, я всем стал говорить, я абсолютно другой. Это не я. Просто вы пытаетесь... Вы просто свой опыт личный, вы экстраполируете на всех. Да, я не свой опыт. Опыт этот у святых был, как у апостола Павла, бывшего Савла. Вот, вот. То есть, понимаете, вот Августин, он тоже, как вы делал, он тоже говорил, что я проснулся верующим. Поэтому предопределение, Бог предопределил меня. То есть вот он свой личный опыт, он перенес на все. Вот вы сейчас, мне кажется, точно так же переносите. Вот свой личный, но там... Вы Симеона Нового Богослова признаете? Да. Считали его? Ну, не все. А вот архиепископ Василий Брюссельский, он переводил, и говорит, это я у него узнал, Феофан Затворник, говорит, даже не решился переводить его. И причина какая? Я искал до конца все, старался до конца дойти. А причина та, когда православного будет читать, они поймут все неверующие. Вот и все. Я, когда насчитывал святых отцов, 3-5 томов добротолюбия, ну, я считаю, в течение могу часа считать, собственно, с выражением, все. Но когда я считал Исаака Сирина, Симеона Нового Богослова, каждые 15-20 минут я должен был пить воду с медом и ложиться отдыхать минут 15. Хотя я вообще не ложусь. Я полностью весь выходил. Это небесное. Как их называли, ангелы на земле или человек на небе. И поэтому мы должны брать вот это. Я считаю, что никто из русских никогда не говорил то, что сказал Серафим Саровский о смысле жизни. Стижание Духа Святого. Духа Святого не имеет. А ты, мазал, ничего не изменяется. Печать дара Духа Святого. Ничего там нету. Так, минутку я сейчас щелоку. Так, мы прощаемся, да? Ну да, буду вас, конечно, конечно, говорить. Ну все, с Богом. Благодарю.